дорогие друзья с любовью к вам владимир зуба как всегда хочу сказать пусть господь благословит каждого в этом дне пусть его обилия могущественным образом изливается в жизнь каждого из вас и как всегда есть возможность есть время прикоснуться к слову божьему на тем тяжелое время сложное время и наверное но еще усложняется тем что ты слышишь общаясь с братьями сестрами видишь многим как сегодня приходится сложно проходить жить я верю в то что есть божья благодать есть господня благодать я очень благодарен господу за то что сегодня есть его слово которое даровано для каждого из нас вот сегодня не хочу думать не хочу говорить о каких-то трудностях какие-то сложности знаете наверное приходит такой момент когда ты устаешь хвалиться какими-то скорбями трудностями через которые приходится проходить и обращается к слову божьему то что она как лучик света сегодня для для нас для тех кто следует за за христом несмотря ни на что несмотря ни на что павел пишет послание риме 12 главе 12 стихе утешайтесь надежды утешайтесь надежды ведь на самом деле каждый из нас мы имеем надежду несмотря на то что сегодня приходится каждому проходить где мы сегодня не находились чтоб нам не приходилось чем не приходилось соприкасаться есть всегда надежда которую дарует нам господь как кто-то сказал есть свет в конце туннеля это что необходимо это ориентироваться на этот свет вот на этот свет и были времена когда бог наверное давал свое откровение которое связано с обетованием потому что я верю когда дух божий в нашей жизни он всегда каждому из нас он открывал и он показывает какие-то точки которым каждый из нас стремит стремиться точки которые каждый из нас мы идем это чё-то спасение это чё-то исцеление это какое-то благословение это возможно с разными вещами с разными связанным я может быть мог бы говорить за свою жизнь то что бог не открывает это что мне показывает но я думаю для для многих это нет это не будет являться утешением почему то что откровение каждого из нас это будет являться для нас этим утешением я замечаю что наши мысли это как поток вод которым которые которым каждый из нас мы должны управлять и каждый из нас мы должны направлять направил его к отравленным водам потому что все то что наверное такое гнусное наполненное каким-то негативом я всегда сегодня смотрю на это как отравленные воду отравленная вода информация она подобно воде стоит направить свою душу к обетованию божему ты начинаешь замечать как твоя душа она начинает утешаться оригинал даже говорит звучит так радуйся 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 надежде радуйся надежде радуйся в том что у тебя есть надежда как бы сегодня как бы сегодня не выглядело как бы сегодня не звучало эта ситуация в ней есть надежда от господа для каждого из нас поэтому направляйте свою душу направляйте свою душу божественным Направляйте свою душу к Божественному, к тому, что Бог сегодня дает как утешение для каждого из нас. Потому что я понимаю, сегодня то, чем каждый из нас мы можем утешиться, это Божьим откровением. Сегодня переживаешь сложности со своим здоровьем, утешайся тем, что есть обетование Божие для каждого из нас. Как часто Бог сегодня животворит какие-то истории из Библии, люди, которые проходили какие-то трудности в своей жизни. И смотришь на эти истории под вдохновением Духа Божьего и понимаешь, Бог дал им пройти. И Бог точно так же даст пройти каждому из нас. Поэтому помните, Бог любовь, Бог не изменился, благодати Божьей для каждого из нас предостаточно. И управляйте сегодня своими помыслами, приходите к тому, что на самом деле есть Божье, потому что в нем для нас будет утешение. Чем дальше мы будем идти, тем больше этот мир, он будет наполняться негативом, страхами и разными другими негативными переживаниями. Потому что я понимаю, информационное поле, оно больше и больше будет отравлено негативом. Почему? Потому что в этом мире, в этом мире есть князь, господствующий в воздухе, и он заинтересован в том, чтобы каждый человек, он был парализован этим человеческим страхом. Поэтому направьте это, возможно, на этот узкий путь, на свои помыслы, для того, чтобы Божье обетование, оно было в центре нашего разума, чтобы в нем мы могли утешаться и через него, и от него мы черпали эту радость для себя. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит каждого из вас в этом дне. С любовью, Владимир Дзюба. Аминь.